28 октября в Казанской ратуши царила атмосфера 19 века, где кавалеры – настоящие рыцари чести, галантны и учтивы, где дамы сводят с ума одним взглядом украдкой из-под веера. Для лицея имени Лобачевского проводить бал в конце осени – это уже традиция, и каждый год праздник имеет свою тему. На этот раз он посвящен поэзии Пушкина, хранителю русской культуры. Конечно, поколение, которое растет на айфонах и айпадах, но тем не менее, тяга к культуре, тяга к духовному, нравственному, тяга к поэзии в них есть. И они с удовольствием учат стихи Пушкина, с удовольствием рассказывают их, а в бале участвует 95% лицеистов. Это говорит о том, что есть стремление среди ребят именно окунуться, погрузиться в эту атмосферу 19 века. Лицеисты отнеслись к мероприятию с большой ответственностью. Каждый пытался передать образ Пушкинской эпохи. Показывали сценки из разных произведений классика, читали стихотворения великого поэта, настоящие дамы-кавалеры кружились в вальсе. Все это помогло участникам и гостям насладиться светским мероприятием того времени. Неотъемлемой частью осеннего праздника для лицеистов является конкурс «Королева Бала». Пять представительниц 11 класса претендуют на это звание, демонстрируя свои таланты. Участницы должны были представить свой образ героинь произведения Пушкина, и каждая выбрала свое амплуа по душе. Несмотря на то, что все выступления девушек были изящными, жюри все-таки пришлось выбрать только одну победительницу. Из большой интригой для зрителей была объявлена Дарья Чудакова из 11 Е. Корону ей вручила победительница прошлого года, бабушкина Даяна. Это было незабываемо. Мы к баллу готовились очень долго. Лично я на это потратила очень много сил, чтобы поставить танец, шить это великолепное платье, подобрать сценарий, сочинить это все. Это очень многих сил стоит мне. Самое главное – быть уверенной в себе. А второе – это поддержка твоих родных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова